Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление. У нас, наверное, года 2-3 идет непримиримая борьба с инфо-цыганством, есть разоблачение, разоблачение людей, что это, кто это, являюсь ли Максим Петров инфо-цыганом, да, то есть есть же и отзывы, которые тоже в интернете публикуют доброжелатели. Давайте поговорим непосредственно на это, то есть если мы говорим про финансовую индустрию, каким образом распознать инфо-цыганство, ну не стоит, что распознать, да, то есть как можно минимизировать риски, да, то, что вы дадите деньги и получите непосредственно результат. Подготовили как раз данное видео, смотрите его до конца, думаю, вам будет полезно, что вы можете использовать для оценки эффективности, неэффективности, и что называется, истина, она же лежит где-то посередине, да, то есть потому что здесь причиной негатива, является то, что люди слышат определенные обещания и результаты не соотносятся с обещаниями, и это вызывает некий такой негатив, да, то есть всегда никто, обманщики, обманщики, да, то есть что обманывают, получается берут деньги и не дают то, что обещано. Почему такое возникает, каким образом это можно преодолеть, даже на собственном примере, да, то есть я привел, что если я там оплачу своего наставника для любого человека из толпы, то не факт, что моего наставника, которому я очень благодарен, не назовут инфо-цыганом. Итак, поехали. Чтобы стать сертифицированным тренером, нужно заплатить 850 тысяч. У меня возникает вопрос, надо, не надо, то есть вопрос инфо-цыганства, да, то есть что люди подразумевают под этим, что им не нравится, тем, что они платят деньги, чтобы получить определенные знания, чтобы получить определенную практику, чтобы в конечном счете получить определенный результат. Это ожидание с итоговым результатом, где они расходятся, и расходятся очень сильно, потому что было сказано много, обещано много, но результат расходится. И здесь тоже возникает тогда вопрос. Или у человека низкие скиллы для того, чтобы донести эти знания, или он, соответственно, не является, что называется, носителем практического опыта, то есть он сам из книжек все это получил и упаковал в какой-то продукт, и, соответственно, это дается. Здесь получается негатив, за счет чего возникает. То есть первое, когда человек не является носителем, и возникают узкоспециализированные вопросы, на которые он не отвечает, а продолжает шуровать и брать массовостью, у человека нет результата, он очень старается, но не получается. Второй вопрос, негатив, который складывается, да, то есть опять-таки продажа инфобизнеса как такового, оно в мире большую-большую долю экономики в принципе занимает. И суть возникает в том, что, как я даже это вижу, да, люди сами не делают систему, которую дают, не получают результата, и в результате того, что они не получают результата, то, соответственно, у них возникает вопрос, что вот это вот все плохое. Это как прийти и сказать, тренер хреновый, я вот ему оплатил там полгода его тренерской работы, но я результата не получил атлетического тела. Приходишь к тренеру, спрашиваешь, а что такое, почему? Он говорит, ну, а что ты сделал-то для того? Это, 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 ходил, не ходил, выполнял, не выполнял, блел, не блел, систему соблюдал, не соблюдал. И тогда возникает вопрос, что в любом случае, когда идет продажа информации и продажа какой-то системы, то оценить эффективность того или иного продукта возможно только после того, что сам продукт предполагает систему раз, система оттестирована, и есть прямая средственная связь между действиями и получаемым результатом, и оно повторилось неоднократно. И третье, что человек следует системе. То есть, когда вот эти вот три части соблюдаются, люди удовлетворены. А как правило, как правило, нарушение происходит именно на этапе выполнения. На этапе выполнения, то есть, человек говорит, я это делать не буду, я считаю это не экологичным, я считаю это неправильным. У меня есть конкретный человек, мы рассматривали мое личное наставничество, я говорю, используй вот этот вот инструмент. Он очень круто работает, да, он тебе непосредственно поможет. Человек говорит, нет, это против моих убеждений, я это там пойти не могу, меня от этого колбасит, я этого использовать не буду. Но при этом мой оффер говорит, что вы будете зарабатывать в легкости и радости. А человек не хочет легкости, не хочет радости. Он счастлив в своем несчастье. Кто такие цыгане? Это обманщики. И то есть есть обман где-то. И обман откуда берется? То есть дается какое-то действительно обещание, но не говорится, что за это нужно заплатить. То есть сколько нужно вкалывать, что нужно проходить, что это непосредственно потребует. И получается, что человеку продается будущее, человеку продается результат, который он получит, без объяснения, что придется заплатить. Сколько времени нужно, какие-то вещи преодолевать. То есть делать что-то, что человек не делал. То есть когда человеку говорят, что нужно сделать то, чего он не делал, ему это тяжело. Особенно когда у человека очень много логической энергии. Мы сейчас опять PCM прикручиваем. То есть человек, а в России много людей с логической энергией. Им пока не объяснишь, как это работает, почему это работает. Они пока не соберут для себя очень много информации. Они не идут в неизвестность. И они начинают эту информацию собирать, 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 вытягивать, в том числе из эксперта вытягивать. Эксперт на это, у меня даже такое же есть. Эксперт на это говорит, слушай, вот давай ты просто сделай, получишь результат, если потребуется объяснить, как это работает, я объясню. Если там любому человеку, кто сейчас смотрит видео, взять и сказать, за него, я за него заплачу деньги, которые я плачу своему наставнику, этот человек придет к моему наставнику, и тот скажет ему, делай вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Он скажет, что инфо-цыган. Ну, потому что человек, который находится там, условно, помогает людям структурировать бизнес, у которых там обороты от одного миллиарда рублей в месяц, он будет человеку, который там живет на зарплату 50-100 тысяч рублей в месяц, говорить, что ему нужно сделать для того, чтобы выйти на миллиардный оборот. И что тогда человек это сделает? И здесь получается, что есть разрыв в уровне компетентности, в уровне знаний, в интеллектуальных способностях. Да, вот этот разрыв, он закрывается. Второе, есть действие. То есть, любой результат – это следствие определенных действий, которые нужно совершить. Продажа любого инфопродукта, любого инфопродукта, оно идет в ключе того, что говорят, что нужно сделать, но не говорят, как. Как только человек начинает сталкиваться с как, там начинают возникать какие-то определенные травмы, которые человек не может преодолеть. Потому что это незнакомо, потому что это неизвестно, потому что это непонятно. А если туда еще деньги нужно вывалить, какую-нибудь рекламную кампанию запустить, с кем-нибудь на переговоры пойти, договориться, да. То есть, что-то это еще взять. Найти цену минимальную, договориться, чтобы минимальная цена. Договориться о постоплате, а не о предоплате. И, соответственно, человек понимает, что там нужно вести большое количество переговоров, что нужно иметь бухгалтера, что нужно запустить таргетированную рекламу, что нужно создать рекламный кабинет, что нужно какие-то продающие письма написать, да. То есть, когда человек начинает с этим сталкиваться, он не понимает, как это делать, он этого не делает и результата не получает. И здесь, помимо всего прочего, при продаже инфопродуктов, если уж вообще раскрывать, каким образом это работает, что продается? Продаются сверхрезультаты. Даже я в свое время, когда там был в наставничестве, да, то есть, человек говорит, сколько у тебя людей? Я говорю, когда только начинал, там, 20 человек. Он говорит, бизнес-молодость та же самая, она как продавала? Они собрали аудиторию, там, 500 человек. Из этих 500 человек просто по принципу Паретта будет 1%, точнее 0,8%, но будет там 4-5 человек, которые достигнут сверхрезультатов. И на самом деле эти люди достигли бы сверхрезультата даже без них. Они сами по себе такие. Но тут они что-то схватили и сделали сверхрезультат. С 50 тысяч сделали там 500. И эти результаты продают. Но это опять ажи шибко выжившего, это статистика, да. Потому что нужно понимать, что на 5 выживших и получавших сверхрезультат еще будет там порядка 25 человек, которые сделают очень хороший результат. Из 500, 5 человек сверхрезультат, 25 человек, очень хороший результат. Соответственно, 20 человек вообще не принесут никакого результата, да, они скажут, что это говно. И 20% тоже принцип Паретта. 20% будут говорить, ребят, вы продаете фигню. Но здесь тоже очень важно понимать, что из-за того, что идет большое количество негатива, и когда человек негативен, он оставляет большое количество отзывов везде, да. И интернет, он цементирует эти отзывы. И ты с ними, в принципе, ничего не сделаешь. Есть отдельные люди, которые зарабатывают на это. И тогда получается вопрос, каким образом распознавать, если мы говорим про инвестиции, да. То есть, во-первых, нужно понимать опыт работы. То есть, вот как определить человека, который просто прочитал Киосаки и Бодо Шейфера, упаковывает это в инфопродукты, начинает продавать. Или, я не знаю, человек, ну, у меня коллега, например, да, Олег, он с 2004 года был даже моим руководителем. Сейчас он создает собственный клуб. И у него не получается. Опять же, я с 2005 года в сфере консультирования, с записью в трудовыми книжками. Есть сертификаты. Как минимум, сертификат 1.0.5.0, да, он в профессиональной среде очень котируется, особенно в серии 5.0. Есть сертификат или нет сертификат? Но если вы видите, что перед вами специалист, который говорит, что я сертифицированный специалист финансового рынка 1.0.5.0, обязательно нужно смотреть место работы. Если место работы являются топ-банков, не будем называть имена, там, ну, такая история, да. То есть, сертификат может быть, знаний может не быть. Поэтому это осторожно. То есть, во-первых, опыт работы, в каких компаниях работал человек. Есть ли сертификация специалиста рынка ценных бумаг, есть ли специализированное образование. Я понимаю, когда люди, там, не раскрывая свои инвестиционные портфели, это нормально. Это не значит, что человек, там, плохой какой-то, да. То есть, портфели могут не раскрывать. Я стараюсь тоже не раскрывать, потому что возникает больше вопросов, чем ответ. Но я могу формировать какие-то публичные портфели. Я могу формировать портфель для своих детей. И в этом случае, соответственно, есть история, где я непосредственно это формирую. Вот такое вот, друзья, нестандартное видеоразмышление решили записать. Согласны вы или не согласны. Пишите, как вы лично меня оцениваете. Узнаем, кто я в оценках людей, которые смотрят наш канал. Чего хватает, чего не хватает. Но и традиционно есть моя услуга. Есть продукт «Миллион за восемь». О нем более подробно в ссылке под данным видеоописания. Проходите, смотрите, пользуйтесь на основе моего опыта и знаний. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.